Всем привет! Всем привет, дорогие инвесторы! Меня зовут Евгения Диатулина и у меня достаточно интересный опыт работы инвестиционным аналитиком. Я более 12 лет оцениваю бизнес-компании, плюс работала финансовым директором, работала в банке в кредитовании крупнейшего бизнеса. Я из Казани, из Татарстана, то есть это те компании, которые торгуются на московской бирже в том числе. И какая частая ошибка у инвесторов? Я работаю со многими частными инвесторами в части анализа компаний. Покупают, кажется, хорошую компанию, отличная отчетность, но она почему-то падает в цене, не растет. И многие спрашивают, а почему, почему компания падает? Вроде бы я все правильно сделал, оценил, но что-то, видимо, не учел. И очень интересно, что многие оценивают отчетность, по сути, это уже то, что было вчера. Либо то, что по факту сегодня, но не учитывают важный показатель, а что будет с компанией завтра. И когда я готовилась к этому мероприятию, я хотела подчеркнуть одну простую мысль, что не всегда текущая отчетность компании показывает, стоит ли ее включать в портфель. В это время я читала книги, как Тимофей, я очень люблю читать, и увидела очень интересную таблицу, которая, по сути, очень прекрасно показывает и олицетворяет, как я выбираю компании и идеи, на что я смотрю. Мы анализируем отчетность, которая вышла, и мы можем сказать, а что с компанией происходит сейчас. Ну, я люблю говорить вчера, но пусть сейчас будет. И отчетность может быть либо хорошей, либо плохой. Но интересно, а что с компанией будет завтра? И завтра может быть тоже либо хорошо, либо плохо. И у нас получается такой квадрант идей, когда сегодня хорошо, завтра хорошо. Это самый, кстати, большой квадрант, где есть очень много интересных идей и на российском рынке, и на рынке США. Но может быть сегодня хорошо, а завтра плохо. И вот здесь самая главная опасность для инвестора. Как можно попасть вот в такую идею и потерять? А может быть сегодня плохо, а завтра хорошо. И это на самом деле тоже интересная идея. Вот сейчас Евгений нам показывал, что он инвестирует как раз-таки в такие компании, когда сегодня плохо, а завтра хорошо. Это тоже идея. А может быть сегодня плохо и завтра плохо. И это антиидеи, и безусловно их надо инвестору избегать, если он не хочет потерять. И я предлагаю сейчас пройтись по российскому рынку и заполнить все эти четыре квадранта. Какие идеи и антиидеи есть сейчас на нашем российском рынке? Мне кажется, это будет интересно. Первый квадрант – плохо сегодня, плохо завтра. Куда не стоит инвестировать? Я, конечно, могла такие популярные идеи предложить, там, киви. Понятно, что сегодня плохо, завтра плохо. Но я решила предложить идеи, за которые могу получить от вас помидоры. Первое – это фикс прайс. Кто-то любит эту компанию, включает в портфель. Три причины, почему фикс прайс, на мой взгляд, не стоит инвестировать, потому что плохо сегодня, плохо завтра. Первое – падение трафика. Трафик падает уже давно. Трафик – это люди. Люди – это деньги, которые приносят компании доход. Получается, что компания не пользуется популярностью людей. И рано или поздно это выльется уже в такую очень заметную, на самом деле, величину. Но, в принципе, по котировкам минус 60% с IPO – это уже показатель. На мой взгляд, все переходят в озон и в альберис. Постепенно происходит этот переход. Второе – падение рентабельности. Фикс прайс – магазин с дешевым товаром. Издержки растут, все растет, но цены поднимать так сильно не могут. И получается, что маржа сжимается. Ну и третий фактор – это акции торгуются в Казахстане. В Казахстане они стоят 1,7 доллара. Посчитайте, сколько это в рублях. Сколько это в рублях в Казахстане? И сравните с ценой на московской бирже. И, в принципе, все станет очевидным, что сейчас фикс прайс в Казахстане 170 рублей. Зачем платить дороже? Продолжение следует... Следующая компания – это «Газпром». Много я получаю негатива, когда говорю, что «Газпром» не стоит покупать. Многие считают, что акция падает в цене, стоит очень дешево. Но дешево просто смотря на график. Цена и ценность – это разные понятия. И на самом деле «Газпром» – он не дешев. Потому что есть дешевле компании. Есть «Роснефть», есть тот же самый «Лукойл», который стоит на самом деле дешевле. И еще долго не имеет. Второй фактор против «Газпрома» – это рост капекса. Это отсутствие дивидендов. Это высокие НДПИ. И получается, что до 2000, наверное, конца 2025 года, пока действует НДПИ, здесь неинтересно. Это плохо сегодня. Плохо завтра. Следующий квадрант идей – это «хорошо сегодня, плохо завтра». Вот здесь очень нужно быть инвестором аккуратным, потому что отчетность – все хорошо. Котировки растут. Здесь могут быть самые большие потери на самом деле. И первая компания – это «Северсталь». «Северсталь» сейчас себя чувствует в целом прекрасно. Она хорошо отчиталась, быстро переориентировалась с Европы на Восток и на внутренний рынок российский. Но в начале июня она заявила о стратегии до конца 2028 года. Это рост капекс прежде всего. Почему важно для нас это? Мы инвесторы, мы получаем дивиденды. «Северсталь» – это такая классическая дивидендная компания. И получается, что падает свободный денежный поток, из которого выплачиваются дивиденды. И здесь стоит дивидендоходность 3-6%, а сейчас она была 10-12%. И инвесторы, когда это будут видеть завтра, они будут компанию переоценивать. И вполне возможно, она либо застрянет в боковике, либо будет даже корректироваться. А сейчас, конечно, доходность из-за того, что акции просели, она чуть привлекательнее стала. Но все равно доходность 8%. Как раз-таки из-за падения свободного денежного потока. Следующая компания из «Квадранта», я напоминаю, сегодня хорошо, завтра плохо – это «Самолет». Вообще я к сектору недвижки сейчас отношусь очень и очень аккуратно, потому что этот сектор может стать черным лебедем для нашей экономики в том числе. Потому что мультипликатор у этого сектора, он очень большой распространяется, кстати, и на столевиков, и на банке. Но господдержку надо отменять, иначе мы не остановим этот маховик инфляции, когда кажется, что ставки высокие, а на самом деле тут господдержка, там господдержка, и все получают кредиты доступные. Я думаю, она будет отменена, семейная тоже будет повышена. И самолет здесь, почему именно самолет? Доля господдержки самая большая в продажах, доля, получается, ипотеки в продажах самая большая, плюс они очень сильно наращивали долговую нагрузку, скупая земельные участки. А если кто-то читал последние новости про самолет, они начали небольшую распродажу уже сейчас. Пока эта доля очень маленькая. Но это как раз тот первый звоночек, вместе с отменой господдержки, когда завтра может быть плохо. Поэтому самолет тоже антиидея. Мы переходим постепенно уже к интересным идеям. Это когда плохо сегодня, хорошо завтра. И я люблю этот квадрант, но люблю его не сейчас. А люблю моменты кризисов, когда все падает, все классно, и ты понимаешь, да, сейчас плохо, но логически, размышляя, отчетности нет, и даже в 22-м году не было, понимаешь, кто может выиграть от текущей ситуации, какие компании могут быстро сориентироваться, перевести свои потоки, либо работают на внутренний рынок и не сильно пострадают от санкций. Но сейчас это очень сложно, отбирать акции в этом квадранте. Почему? 22-23 год акции сильно росли. И если вдруг акция не выросла, и плохо сегодня, то значит, прям есть серьезные, фундаментальные основания, почему это произошло. Это либо смена рынков, либо там, ну, Сегежа, пример, самый классический. И я тут думала, какие Сегежу, Алросу, но Алроса не совсем она подходит под этот квадрант. И как вы думаете, кто здесь? Уже догадываетесь, может быть. Это Новотек. Наверное, из всех компаний, которые можно вот под плохо сегодня, хорошо завтра, наверное, это Новотек. Почему? Во время роста рынка Новотек терял. Я думаю, если вы инвестировали в эту компанию, то, скорее всего, по ней большой существенный минус, потому что последние даже не полгода, год акции падают, а последние полгода 30%, когда многие акции дали существенный рост, а конкретно там индекс, ну, плюс-минус у нуля. Все сложно. Сложно стало с ноября, декабря 2023 года. Санкции, получается, от Америки, от США на их проекты. Покупатели не хотят сотрудничать, газовозов нет. В общем, пока продажи, либо их нет, либо они очень слабые. Но 1300, 1400, 1200 покупать было рано. Почему? Компания стоила дороже аналогов. Именно поэтому и шла коррекция, как будто бы инвесторы выкидывали эти проекты полностью из компании, из завтрашнего дня, кстати, как раз тоже думая наперед, и переоценивали ее уже до более низких мультипликаторов. И вот уже по 1000, когда компания упала, получается, по-моему, 1600, вот на графике есть, еще недавно была, уже становится интереснее, потому что мультипликаторы интересные. И если будет разрешение проблемы, это разрешение проблемы более реально, даже чем у Сигежи, на мой взгляд, то тогда сегодня плохо, завтра может стать хорошо. Ну и самый интересный квадрант, самый обширный на нашем рынке, я, в принципе, вижу. Достаточно много идей, хотя обсайды, конечно, уже значительно сокращаются. Хорошо сегодня, хорошо завтра. Я думаю, все популярные идеи у вас уже куплены в портфель. Сбербанк, другие, которые хорошо себя чувствуют. Давайте попробуем дать не такие популярные. Хотя они тоже уже становятся популярными. Сегодня тоже кто-то о них говорил. Первое для меня компания – это Европлан. Почему? РОИ 37. Вот мы говорим, классные РОИ у Сбера, у Совкомбанка. Ну, у Сбера меньше практически, в два раза, вот Элвис говорил, там 17-18%. У Совкомбанка нестабильные РОИ. То есть сегодня, вчера точнее, да, ну сегодня есть, а завтра вопросы. Вопросы, будет ли там высокий РОИ. Прогнозов нет. Я была сегодня на встрече с ними. Европлан стабильно 37%. При этом у них есть преимущество сейчас при высоких ставках. У них ставки для клиентов еще выше, чем в банках, но риски ниже, потому что они дают кредиты, ну, лизинг, под залог, под конкретный залог. Для клиентов это очень удобно. Банки сейчас не кредит, ну, тоже сжимают кредитование, на самом деле. Больше резервов надо отчислять. А тут, потому что нужны залоги. У компаний залогов нет. А тут Европлан, коммерческий грузовой транспорт, получается легковой транспорт, проще сделки проходят. Да, дороже, но иногда за удобство лучше клиент заплатит. И получается, что с большей вероятностью они также покажут в 2024 году РОИ не ниже 37%, и, возможно, даже в 2025. Это одна из интереснейших идей. Но сразу предупреждаю, компания небольшая, низкая ликвидность у нее, и, соответственно, она достаточно волатильна. Следующая компания – Henderson. Сейчас у компании все прекрасно, потому что в 2022 году ушли конкуренты. Компания тоже показывает двузначные темпы роста. Рентабельность – 10%. И это потрясающе по сравнению с другими ритейлерами. Как на нашем рынке, так и на зарубежном. Я думаю, что темпы роста постепенно будут снижаться. Такое насыщение произойдет рынка. Но двузначными они в 2024 и 2025 году, скорее всего, останутся. И, в принципе, компания также оценена недорого, тем более, на текущей коррекции акции скорректировались. Но, на мой взгляд, они достаточно хорошо держатся. И вижу, как в Европлане, так и в Henderson есть спрос. При этом, это компании растущие, и они платят дивиденды. Что Европлан, что Henderson, они пока небольшие, но это как раз ставка на перспективу на завтра. И вот пример, что у нас с вами получилось. Понятно, все компании мы рассмотреть не сможем. Вы можете использовать такой простой, на самом деле, рабочий инструмент, задавая вопросы себе не только, и анализируя компании не только сейчас, а с прицелом на завтра и попытаться найти ответ. То есть, что будет в компании завтра, которую вы хотите включить в себе в портфель. И это занимает, на самом деле, так много времени. Конечно, может показаться, с одной стороны, это просто, но это не просто. Я что использую? У вас на слайде. Это прогнозы менеджмента, но в России прогнозы дают очень мало компаний. Буквально там Сбер, айтишки и, ну, все. Ну, кстати, Хендерсон, Европлан в интервью менеджмента могут дать какие-то прогнозы. И как раз-таки вот на них можно ориентироваться при ответе на вопрос, а что будет завтра. Можно логически предполагать, читать новости. Главное, отвечать себе на этот вопрос. У меня, в принципе, все. Я оставила время для вопросов. Спасибо большое. Мне очень приятно было выступать перед вами. И я всех вас приглашаю в Казань. Надеюсь, можно говорить или пока нельзя. Можно? Кто вас остановит? Кто вас остановит? Приглашаю в Казань. Надеюсь, мы встретимся в сентябре также на Smart Lab. Он пройдет в Казань. Я, честно говоря, считаю, что тут много людей после Евгения вышли из зала. Это, мне кажется, в корне было неправильно. Потому что Евгения молодец. Честное слово, даже мне было интересно. То есть, искушенному человеку реально прикольно. Молодец. Давайте вопросы. Тяните руки. У кого есть вопросы? К Евгении? Юра Рули. Давайте, пожалуйста. А вы сами держите в Казань? Конечно. Конечно. Все компании, которые я держу, не держу, значит, они есть или их нет в моем портфеле. А вы считаете, что в банке выводят торговые лизинги? Ну, конечно, конкуренция растет. Это может оттеснять, но на самом деле в лизинге конкуренция очень большая. Очень много лизинговых компаний. Если вы знаете рынок облигаций, то там эмитентов очень много. Тинькофф, как крупный игрок, вполне себе может создать некую конкуренцию, но на это надо время. А это идея не на десятилетия. Это 24-25-е года. Сможет ли Тинькофф за это время что-то там нарастить и составить реальную конкуренцию? Пока я сомневаюсь в этом. Логично. Так, следующий вопрос. Вопрос по поводу оценки компаний. Скажите, пожалуйста, вы оценивали с точки зрения бизнеса или с точки зрения фондового рынка? И так, и так. А вот тогда следующий вопрос. По-моему, одну и ту же тенденцию вы трактовали немножко по-разному. Когда говорили о вложении в капекс по Северстале, вы в негативной коннотации сказали, а когда речь шла о продаже участков самолета, а это по сути снижение капекса, вы сказали, что это плохо. Поняла. Не совсем так на самом деле. Для самолета земельные участки это активы. Активы, где они потом будут строить дома и где будут зарабатывать. Если они продают свои активы, то если мы цепочку раскрутим, а где потом будут строить дома, а за счет чего мы получим выручку, а за счет получим прибыль? Возможно, просто они сработали немножко на опережение, понимая, что сейчас будут сложные времена. Конечно, я про это и говорю, сложные времена для недвижки, а нам зачем недвижку тогда в сложные времена переждать, если есть компании более интересные, где есть хорошие времена. Так, еще вопросы, поднимайте руки, сейчас к вам подойдут. Только с Черныхом готовы эта дама разговаривать, видимо. Здравствуйте, вы анализировали компанию Artgen, у нее сегодня вроде хорошо, они постоянно повышают свою доходность, а завтра, как вы говорите, у них может быть взрывной рост. Вы смотрели эту компанию? Нет, я не смотрела, не могу сказать. Евгения, здравствуйте, спасибо за выступление. Александр, частный инвестор из Москвы. Я почитываю ваш блог на Smart Lab, очень интересный, еще раз спасибо. У меня такой вопрос, вы там упомянули, что дивидендную доходность нужно рассчитывать от вашей личной цены покупки. Хотел бы учить, осталось ли у вас такое же мнение сейчас, если да, то значит ли это, что я по акциям полюс золота, купленным в 2009 году за 500 рублей, в этом году получу ожидаемое примерно 100% дивидендной доходности, и могу по этой компании сидеть вечно, не глядя, что есть какие-то более перспективные варианты. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. В принципе, если компании куплены достаточно по хорошим ценам, и сейчас дивидендная доходность полностью покрывает ваши затраты, то, конечно, компанию можно держать и оставаться в ней, потому что по факту вы уже все свои затраты на покупку компании отбили. Но ведь, смотрите, по текущим ценам это будет, если это будет подтвердиться, это будет порядка 3% дивидендной доходности. Это у меня 100% лично, потому что у меня акция в портфеле 15 лет. Ей же компании более привлекательные, может быть, нужно продать и все-таки переложиться. Вот я вот к этой мысли вас пытаюсь подвести, но вы не соглашаетесь. Ну, смотрите, здесь все зависит от вашего желания. Это как с недвижкой. Когда недвижка выросла в цене, сейчас у многих доходность небольшая от сдачи 3-5-6% кто-то продает, а кто-то остается в активе. И тут надо смотреть на сам актив. Полюс. Полюс, в принципе, мне интересен, и я ставлю как раз-таки сегодня хорошо, и, скорее всего, завтра будет тоже хорошо, потому что золото будет расти, и вполне возможно, что полюс скоро увидим 14+. Если бы вы сказали про «Газпром», я бы, может быть, был другой ответ. Спасибо. Евгения, добрый день, давно не виделись. У меня такой вопрос. Если у Северстали сегодня хорошо, но в ближайшем будущем плохо, а я покупала его в 2022 году по 600 рублей, стоит, ну, примерно вопрос, как у Александра, то есть, а стоит ли мне оставаться, либо сейчас выходить, платить налоги, за рост вот этот вот хороший, или все-таки стоит его держать там 5 лет с надеждой, что после капица? Я поняла вопрос, да, спасибо. Я бы посчитала все транзакционные издержки, как раз таки, какая сейчас цена, до куда он может скорректироваться, когда вот 8%, это же по текущей цене условно, но если акция будет стоить там дешевле, она будет выше, и вот где может быть та самая остановка, когда уже цена будет привлекательной, например, для покупки, то есть это не значит, что Северсталь будет бесконечно падать, нет, то есть будет остановка, это как раз остановка, та самая приемлемая доходность для инвестора, дивидендная, и где? Сейчас я не могу сказать, ну, то есть у меня сейчас нет этих просто цифр, и транзакционные издержки, налоги 13% с доходом, может лучше подождать ЛДВ, если это будет там через 2-3 месяца, не думаю, что прям Северсталь сейчас пойдет сразу вниз, то дождаться этого времени, и там продать, получить ЛДВ, не платить налоги. Спасибо. Есть еще вопросы в зале? Сейчас к вам принесут микрофон. Алексей, частный инвестор, если можно, два. Первое, по европлану, в него можно зайти двумя путями, или непосредственно, или через материнскую компанию, это СФА. Как вы считаете, как лучше действовать? И второе, по поводу девелоперов, в принципе, я согласен, да, времена тяжелые, но их ждут. Но отрасль имеет мультипликативный эффект, и если будет плохо девелоперам, будет плохо и с телелетейщиком, с арматурой, будет плохо и банком, с их ипотекой, и как это отразит? Вы смотрели дальше? Спасибо. Конечно, конечно. Я как аналитик, который работал с бизнесом, понимаю, что у недвижки мультипликаторный эффект семь. Семь. Семь отраслей зависит критически от недвижимости. Даже та самая Сегежа, которая, вот мне говорили, что она видит точку роста бетон для себя, если я не ошибаюсь, и цемент. Цемент – это все тоже стройка. То есть мы тоже опять завязаны Сегежа на стройке. Северсталь – 80% стройки. В общем… Будут ли спасать недвижимость? К этому вы клоните, что, может быть, все-таки придумают что-то. Если даже и придумают, допустим, то получается, что тут надо по-другому смотреть, что у нас будет опять инфляция. У нас будет инфляция, у нас будет рост ставок, и как это будет сказываться на компании. Я, скорее, тоже смотрю негативно в данном случае. Я считаю, что инфляцией надо бороться в данном случае. И надеюсь, что Набиулина победит все-таки блок… Кто там? Хуснулина. Не помню, кто в строительстве, в министерстве. По поводу первого вопроса. Европлан и SFI. Я считаю, что лучше инвестировать конкретно сейчас в Европлан. Почему? Я не очень люблю маму. Например, система, пример, когда может озон расти лучше, чем мама. Или, допустим, кто еще? Газпром. Газпром, кстати, тоже мама многих компаний. Это Газпромнефть, ТГК-1, ОГК-2, вот этот сектор. И получается, что дочки могут расти, Газпромнефть практически на максималках, а мама может корректироваться очень долго. Поэтому, если я оцениваю бизнес, то в данном случае я конкретно смотрю Европлан и конкретно хочу купить эту компанию. Исчерпываю еще. Так, еще вопросы? Если есть вопросы, поднимайте руки. А если нет, мы проводим Евгению аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok